Международная выстава бизнес у регионов и бизнес-дни, яке проводится в ее рамках, по отсутствии завершают цикл международных мероприемств, яке все это прошли в Гомельской области. Экономичный форум, Конгресс свободных экономичных зон по вношной и уходной Европы, Белорусско-Польский форум, контактно-кооперационная биржа с представниками Китая. И вот теперь новые сустречи и новые перспективы с представницей. Упершиню в выставе бизнес у регионов принимают удел предприемства Вьетнама. Необходно, кажуть, продемонстрировать свои лепшие товары и обмерковать максимальные шаги новых взаимных поставок. Взаимно выгодно между двумя странами. Я так думаю, что количество уже высокое, потому что у нас есть шанс, высокий шанс для сотрудничества во всех областях, в том числе экономики. В Гомельском отделении Белорусской гонлево-промысловой палаты, которая является организатором выставы, подкресливаюсь. Головная задача – продемонстрировать реальную мягчимость региона и допомогать предприемствам и приватным предпринимателям найти новых партнеров во всех глинах. Всего лета свою продукцию на выставе бизнеса в регионах представили больше 50 предприемств в разной форме властности. Ассоциумент весьма широкий, от электротоваров до будовнейших материалов. В Гомеле-Веньмис подняется, что сегодня выстава «Кермаш бизнес» в регионах, оправдая все надеи, которые на ней складаются. Когда мерклась по первых выниках работы секции за уделом представников 11-ти краинцвета, у Бакова соправда есть затекавленность у активизации супрацовницам. Причем у самых разных сферах представники делегации господаршей палаты Приморско-Гаранской в области Хорватии, например, уже означали высокую якость белорусской харчовой продукции и огучили планы по ее набытию в промысловых масштабах. «Мы хоть и маленькая страна, но мы большие потребители продовольствия, потому что наша страна в основном туристическая и имеем очень много туристов». Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадо и компания «Гомель».